Приветствую! Сейчас мы разберемся со следующим вопросом. У кого и при каких условиях могут изъять паспорт с 1 августа 2023 года? Ну а перед этим нам, конечно, нужно вспомнить, что во время войны, а до этого, во время карантина, в Украине были приняты нормативно-правовые акты, которыми продлевались паспорта. То есть, если вы не вклеили фотографию, либо же не поменяли ID-карту во время действия этих нормативно-правовых актов, то паспорта продолжают свое действие. И на сегодняшний день они действующими, даже если вы не вклеили фотокарточку свою при достижении 25 либо 45 лет. Но что произошло дальше? Как мы с вами знаем, нам повезло, мы все выжили и пандемия закончилась. После этого в Украине закончился карантин, а вместе с этим и закончились те, скажем так, поблажки, которые давал нам карантин. А карантин позволял нам не вклеивать фотографию в 25 и 45 лет, и при этом паспорт был действующим. Что же произошло сейчас? Какое состояние действующего законодательства? С одной стороны, паспорт с фотографией, которую вы забыли вклеить, а точнее говоря, без этой фотографии, продолжает действовать. Но в связи с определенными особенностями, если вы не вклеите фотографию в паспорт, книжечку до 1 августа 2023 года, то в дальнейшем, когда вы придете и захотите это сделать, паспорт у вас будут изымать. Почему так? Давайте посмотрим соответствующий нормативно-правовой акт. Сейчас вы видите порядок оформления, выдачи, обмена, переселания, вылучения, повернения державе, вызнания недействиям и знищения паспорта гражданина Украины. Этот порядок утвержден Кабинетом министров Украины. И вот здесь в нем есть условия обмена паспорта. И вот, например, есть такое условие закинчения строку ДИИ паспорта. Но это условие нас пока не касается, потому что все паспорта, они же продолжают действовать. Даже если по правилам срок закончился. Но есть вот здесь пункт 6, в котором написано, что если человек досягла 25-ти или 45-ти речного века, то не вернулась в установленном законодательством порядку не позднее, как через месяц после достижения соответствующего века, для вклеивания до паспорта взроска 94-го уроку новых фотокарток, то паспорт будет заменен на что? На ID-карту. Соответственно, если с момента, когда вам исполнилось 25-ть либо 45-ть лет, прошло больше месяца, и вы не успеете до 1-го августа вклеить фотографию, то паспорт останется действующим. В этом плане можно успокоиться. Все окей, паспорт действующий. Но, когда потом вы придете клеивать фотографию, то у вас это уже не получится. У вас должны будут изъять вот этот паспорт-книжечку и выдать вместо него ID-карту. Поэтому, если вы хотите в дальнейшем сохранить паспорт-книжечку, ну вот если она вам нравится, да, вы за годы совместной жизни, так сказать, в нее влюбились, и хотите, чтобы дальше у вас был именно паспорт-книжечка, а не ID-карта, то вам сейчас максимально быстро, а осталось всего лишь несколько дней, да, осталось здесь меньше двух недель, нужно бежать и вклеивать фотографию. И еще раз повторю, если вы этого не сделаете, ваш паспорт будет действующим до конца военного положения в Украине. И потом в течение 30 дней вы должны будете его поменять, но уже поменяете только на ID-карту. Вот такая ситуация сложилась на сегодняшний день. На этом у меня все. Если вы считаете данное видео полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, а также приглашаю вас в свой телеграм-канал. Там гораздо больше полезной информации, и появляется она более оперативно, чем на YouTube-канале. Ссылочка на него есть в описании к данному ролику. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.